Возвращайтесь все, сейчас вам пойдет напоминалка, обучивание, свет нам включили, так, сейчас я вай-фай подключу. Все, девчонки, продолжаем эфир, извините, технические неполадки были, все, неполадки устроили и продолжаем нашу стрижку. Помните, стрижка у нас на длинные волосы, вот так чуть-чуть отодвину, все вот так видно. Продолжаем стрижку. Так, я вам напоминаю, мы с вами простригли пару блоков, и теперь с вами дальше продолжаем. Каждый следующий блок мы подтягиваем с вами к нашей контрольной линии, которую вы задали. Голова вашего клиента обязательно опущена вниз, для того, чтобы у вас натяжение было ноль. Линия у нас с вами, она уже задана, поэтому мы просто повторяем нашу линию. И еще раз напомню, никакого удлинения у нас с вами нет. Мы четко повторяем линию. Линия среза, она должна повторить линию вашего рабочего пробора. После того, как простригли, обязательно проверяйте лево-право. Натягивая волосы из каждой зоны. И смотрите, соответственно, тоже визуально. Подтягиваем попрятно, насколько хватает длины. Следующий блок отделяем. И простригаем его, опять же, в нашу контрольную линию, уже заданную нами. Еще раз повторю, насколько дотягивается. Проверяем после того, как простригли, обязательно. Этот блок уже у нас не дотянется, но вы на всякий случай его проверьте. Проверяем. Как видите, не дотягивается ничего. Теперь переходим уже к стрижке у лица. По краевой линии выделяем волосы. И, естественно, захватываем с вами контрольные пряди, которые у нас из затылка. Потому что нам надо с вами свести линию будет. Продолжение следует... Продолжение следует... Откалываете волосы, которые вам мешаются, и продолжаем стережку, уже переползну к лицу. Задаете длину, которая нам нужна у лица. Обязательно договоритесь, если есть челка, значит есть челка, если нет челки, значит вы просто должны определить длину здесь. Так как волосы у нас сухенькие, мы с вами решили, все черные, мы решили с вами сантиметр на два убрать. Берем по центру, потому что у нас она носит на прямой пробок. Видите, здесь даже волосы так вот разваливаются. Я сейчас вас поверну, вот так смотреть, видите, разваливаются. Поэтому всегда вот носят волосы именно так, чтобы просто было комфортно и не нужно было переукладывать лишний раз. Все опять же натягиваем, у нас с вами натяжение 0. И срезаем нашу первоконтрольную прядь. Так, это я так закрыла, да? Все, шикулируем сейчас. Натяжение 0. Как мы с вами договорились, 2 см убрали. И теперь мы с вами должны ввести эту заданную линию в нашу уже, которую мы с вами простригли в затылочную зону. То есть нам надо свести линию. Поворачивайте голову вашей модели, вашей клиентке. Вот, ушко потеряла. Немного на бок. И назад. Для того, чтобы удобно было натянуть вам, натяжение было должно быть 0. Помните, я вам уже говорила. Смотрим наши линии здесь. И вот мы должны их с вами свести. Мы можем начать как с затылка, так можете начать с лица, как вам удобно. Так, сейчас я как же мне вам показать это. Давайте я сейчас начну вот эту сторону пока, чтобы вам где-то было. Вот смотрите, вот она линия на затылке, которую мы с вами уже прострилили. Вот она за ушком у нас находится здесь. И линия, которую мы задали у лица. Я когда ставлю пальчики, мне надо найти линию вот здесь внизу, которая вот за ушком контрольная. Я должна повернуть пальчики так, чтобы у меня ноготь мой, да, то есть пальчик указывал на эту линию. И тогда у вас в итоге эта линия сойдется. Все, и простригаем. Я вам еще раз покажу. Обязательно проверяйте. Простригли эту линию, переходим к другой. Поворачивайте в эту сторону. Сейчас я вам поверну, наверное, вот так, чтобы видно было. Смотрите еще раз. За ушком у меня уже простриженная наша контрольная линия. Я ставлю пальчики на эту линию. Беру контрольную прядь у лица. Направляю свои ноготочки на линию. Но только не забудьте, что мы должны с вами две пряди натянуть параллельно, не соединяем. Когда мы натягиваем, вы тогда будете понимать, как вести вам линию среза. И натяжение не забывайте, у нас ноль. Еще раз ставлю. Показываю. Видите, мои ногти указывали только что. Поэтому я теперь беру натяжение ноль и все это срезаю. Не видно вам, да, опять? Срезаю. Даже не вам покажу, чтобы это было видно. Я взяла прядь, прядь, у меня моя линия. Видите, вот я поставила на контрольную прядь руку, опустила, вот она, видите, у меня контрольная прядочка. Моя за ушко, вот она, направила пальцы на линию, которую я задала у лица. И все. И я таким образом продолжаю срезать. Надеюсь, видно. И вот таким вот образом я тогда выхожу к своей линии. Пусть я в нее так попадаю. Голову ставим ровно и начинаем уже проверять лево-право. Они тоже должны у вас обязательно совпасть эти линии. Если где-то что-то почистить надо, подчищаете. Не забывайте, натяжение должно быть хорошее, потому что волос у нас химический завид. И у нас пудрявый волос. Делим следующий блок. Также мы с вами, когда делим следующий блок, захватываем заднюю затылочную зону. Обязательно. Убираете ненужные волосы и стригаем сразу уже наш новый блок в нашу окантовочную линию, которую мы с вами уже простригли, настолько, насколько дотянется. Повторяете линию. Натяжение у нас с вами ноль. Контрольную линию вы свою видите. Голову можете для удобства чуть-чуть наклонить, чтобы у вас было хорошее натяжение. Аккуратнее будьте, пожалуйста, с ушками клиента, потому что это не очень приятно, когда расческа по ушкам. Поворачивайте в другую сторону, повторяйте с этой стороны то же самое. Так, давайте чуть-чуть повернула. Только то, что вы стригли по вашей уже заданной окантовке, это ничего не значит. Все равно обязательно проверяйте ваши срезы. Срезы должны быть все ровные. Из каждого блока должна быть одна и та же длина. Берете следующий блок и простригаем точно так же, как предыдущий. Подтягиваем, насколько хватает длины. Так, значит, смотрите здесь уже, что у нас идет. Мы с вами не натягиваем вниз. Мы натягиваем ровно по голове. То есть у нас с вами будет, если голова будет ровно, то это будет параллельно полу. Это для того, чтобы нам создавать уже легкую грудировку. Подтягиваем все волосы этой зоны. Мы видим с вами контрольную заданную линию. Все равно видим и все простригаем в нее. Так не получается. Сейчас я уберу дому себя чуть-чуть. Мы продолжаем стрижку. Здесь у вас, конечно же, уже не параллельно полу. Здесь уже идет ровно по голове. То есть он же линия переходит, то есть повторяет ровно форму головы. Натяжение повторяет форму головы. Подчищаете все, что дотягивается. Теперь все оставшуюся ток-зону подтягиваем к лицу. Опять насколько хватает длины, простригаем. Здесь, как я вам говорила, параллельно полу работаем. Здесь уже все натяжение идет по голове. Насколько хватает длины. Обязательно проверяйте. Проверяйте, натягивайте. И также мы с вами проверяем, делая глубокий пробор. Перекидываем лево-право. Глубокий пробор мы с вами делаем и на затылке тоже. Смотрите, видите? То есть я тоже перекидываю волосы сюда и проверяю свою линию, которая должна у меня сойтись. Вот я перекинула волосы и чуть-чуть голову на бок, для того, чтобы натяжение у нас было равномерным. И линия, видите, она вставила линия, прекрасно сошлась. Если где-то что-то не сошлось, просто подчищаете. Все равно пройдите обязательно до самого конца. Здесь у нас летите все хорошо, все идеально сошлось. Делаем обратный глубокий пробор. Проверяем уже правую сторону. Также чуть-чуть голову поворачиваем на бок, чтобы удобно было натягивать. И также проверка контрольной линии здесь. Если у вас все идеально сошлось, это прекрасно. Если нет, то очищаете. Вы можете стричь прямым срезом. Срезать можете поинтингом. Это как вам будет удобно. Поэтому смотрите уже сами. Это все зависит от того, как вам удобно, какой техникой работать. А второе, как вы будете дальше облегчать стрижку. Либо делать ее совсем романненькую, либо потяжелее. И не забывайте все равно, хоть у вас здесь, вы знаете линия у лица короче, мы с вами все равно натягиваем назад. Вдруг какой-то волосочек, один, два, могут выскочить. Вдруг что-то вы не дотянули. Поэтому все равно проверку сделаем с вами назад. Видите, здесь у нас с вами все сошлось. Как вам не видно. Сейчас я вам покажу. Вот так. Здесь никаких лишних волосиков нет. То есть это у нас линия с вами получилось. Значит, вот в данном случае мы можем на этом с вами стрижку закончить. Но если у вас, ваша клиентка хочет более, скажем так, грандуировку побольше, мы с вами можем отдельно уже начать прорабатывать вот этот блок. Чуть-чуть сделаем такую дырувку побольше, да? Ну, видите, она ради вас готова на это пойти. Мы с вами берем по центру нашу прядь. И мы с вами здесь будем повторять форму головы. То есть мы с вами здесь будем делать 90. 90-90. То есть срез 90, натяжение 90. Мне важно, надо подальше будет отодвинуть, потому что иначе будет не видно. По центру взяли. Вы, смотрите, вы задали себе длину, какую хотите вот грандуировку. Если хотите более крутую, значит, соответственно, начинаете отсюда. Потому что если мы с вами подтягиваем, вы сразу видите, какая длина и сколько уйдет. Не видно, да? Не дотягивается у меня длина. Длинная очень. Вот смотрите, если вы возьмете ниже, вот здесь волосы, поднимите. Видите, вот она наша контрольная прядка, да? Не видно все равно. Боже мой. Вообще уйти надо в другой конец получается. Вот. И тогда вам получится, вы много срезаете. Видите? У вас будет тогда посильнее грандуировка. Если вы хотите грандуировку поменьше, вы можете брать пряди уже просто выше. И тогда у вас будет небольшая грандуировка. На этом мы остановимся. Как раз здесь у меня уйдет 2 см, как мы и хотели подчистить. И смотрите, у нас натяжение с вами обязательно 90 идет. 90 к голове. Обняли голову, натянули прядку. Увидели вашу контрольную точку, в которую вы отталкиваетесь. Срезали. Дальше переходим, берем следующую прядку. Натяжение опять же 90. То есть, как мы с вами определяем? Обняли голову, натянули прядку, срезали. И дальше перешли. Обняли голову, натянули, срезали. Отпустили эту прядку, разделили пополам. Радиальным пробором перешли на следующую прядку. Натянули. Опять же, так, девчонки, не вижу, что вы там пишете. Сейчас, секунду. Ничего практически не слышно, да? Хорошо. Сейчас я попробую блютуз снова включить. Почему не слышно? Так, сейчас слышно, девчат? У меня же свет вырубался, поэтому сейчас слышно. Скажите, да? Напишите, давайте, быстрее. Я тогда продолжу работать. Или мне что-то еще надо сделать? Слышно? Ладно, я продолжаю тогда, потому что связь идет с задержкой. А мне надо вам эту стрижку показать. Так, значит, еще раз. Я разделила свою уже простриженную контрольную в пять и взяла новую. Вот я вам поворачиваю и покажу. Я перешла уже на диагональ. Слышно? Ну, все отлично. Видите, я уже перешла на диагональ. Беру свою диагональ и натягиваю. У меня задана уже моя контрольная простриженная линия. Я ее повторяю. Натяжение, опять же, по голове 90, как я вам говорила. Прядь у меня переходящая. Отпустила эту прядь, разделила ее пополам. Убрала ненужное. По диагонали перешла на следующую прядь. Вот видите? Поставила звук, не беспокойтесь. Я могу почему-то проходит звонки. Со всем я с техникой не дружу. Девчат, здесь то же самое повторяем. Натяжение 90, вводим эту прядь в нашу, опять же, форму. Также опять я ее делю. Беру следующую диагональ. И видите, я уже практически перешла к нюху к нашему уже сагитальному пробору. Вот она. Подняла, натянула 90. Встригла в нашу стрижку. Не забывайте, что повторяю форму головы. Опять же, помните, по центру у нас была наша контрольная прядь. Я убираю вот здесь расслуженную зону и перехожу на диагональные проборы уже на правую сторону. Натяжение 90, встригаем. Повторяю нашу контрольную линию, которую мы задали. О форме головы еще раз говорю. 90-90. Простригла этот блок, разделила его, пополам убрала волосы, повернула, перешла по диагональ на следующую прядь, соединила, натянула, распригаем дальше. Разделила, убрала и уже дошла до нашего прагула за ушки у которой. От ушка до ушка. Так же натянула и встригаем дальше нашу прядь в нашу линию. Здесь вы можете как проверить. У нас же с вами здесь сагитальный пробор есть. Вы поднимаете, когда волосы, у вас должна ваша линия повторить к корне головы. Вы ее обязательно поднимаете и смотрите. Так видно? Вот сейчас вам. И обязательно чуть-чуть ее дорабатывали, потому что какие-то, может быть, волосочки у вас остались. Вот так, видите, чуть-чуть доработали. Вот одна линия, видите, вот у меня она в руке, а так полукруглая. Вот она. Эту линию проверили. Вот у нас с вами получилась вот такая грудировка чуть-чуть побольше. Видите, пудряшки еще очень красивые, крупные, но уже они просто надоели. Так как мы с вами здесь сделали грудировку, и, соответственно, нам у лица надо продлить. Контрольный прядь у нас с вами уже задан. Мы берем теперь эту прядь и продлеваем к лицу. Здесь мы уже будем стричь с вами, как и каскады. Пациента я взяла. Это наша основная контрольная прядь будет. Выглядела волосы. И смотрите, у меня как должно определить мой угол наклона. У меня здесь заданная линия у лица, вы помните, и заданная затылочная линия. Для них не затылочная, а уже макушечная. Я когда подтягиваю наверх все, я эти две точки вижу. И вот эти две точки мне надо соединить. И теперь мы все с вами волосы упрятно, насколько вот у вас хватает ручек, подтягиваем к вашему центральному проводу, который вы, как и контрольный прядь, который я только что вы задали. Все подтягиваете. Все волосы с височной зоной. Теперь с противоположной стороны мы делаем с вами то же самое. Опять же у нас с вами по центру берем нашу контрольную, которую мы постригли, и попрятно подтягиваете с противоположной стороны все. Поднимаете с виска волосы. Опять же все подтягиваете. И зачищаете. Здесь вы можете проверить, насколько вы хорошо подстригли, просто собрав все волосы в одну кучу, потому что у нас с вами по центру контрольная прядь. Собираете все. Только вы не забудьте, что вы должны все-таки четко определиться по центру. Конечно, лучше смотреть в зеркало. Ну, я надеюсь, что я ровно делаю. Сейчас я посмотрю. Секунду. Потерпите, я разверну. Ну, вам тоже видно, так что в эту сторону так сделаю. Вот ровно по центру простригли, если какие-то есть недочеты. Доработали. Вы помните, у нас здесь с вами была одна форма стрижки, здесь была форма другая. Здесь у нас равномерная, здесь у нас с вами каскадная форма. Поэтому нам надо с вами теперь вот эти блоки сравнить и смягчить. Поэтому мы с вами поднимаем волосы с затылочной зоны немного к лицу, потому что, помните, у нас лица более короткие. Ищем нашу линию, в которой все волосы будут сходиться в одну и зарабатываем чуть-чуть кончики для того, чтобы смягчить переход. Затылочная зона в височную. С противоположной стороны мы делаем точно так же. Отчесываете вперед. Ищите линию, на которой сходите будут все волосы и дочищать будем ее. Все, убираем маленький уголочек, тут у нас с вами он совсем малюсенький. У некоторых его может вообще не быть. Вот наша стрижка с вами готова. Сейчас мы с вами ее посушим и дальше будем простригать, дорабатывать уже на сухую. Я тогда пока говорить не буду ничего, потому что будет плохо слышно изофена. Вы пока пишите свои вопросы, пока я буду сушить. Давайте рассыпем. Продолжение следует... 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 Хорошо прокушиваются, делайте, когда не погода, чтобы ваш клиент вышел с 5 метров головой, да, и не загоняйте и дальше продолжаем тушить. Кроме поднимаются, видите, я делаю табу и баран делила. Я выруха поднимаю чуть выше, для того, чтобы был естественным делом. Делается Арина прекрасная, шокальная, шокальная и слоем. Кстати, обладать не надо или что-то. Это достаточно легкий, натуральный цвет, но не тратится. Оно не хватает в главе, как мы видим. Эм на заду слой слой слой. Так, в принципе, вы все охлаждаете и ставите. Аплодисменты. Аплодисменты. Используем. Аплодисменты. 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 Мне помрач��터. Сейчас осталось немного сушить и продолжить. Если вы хотите, напишите, мы можем с вами после стружки с теми нарастать. Если вы не успели нарисовать или все это забыли, напишите, чтобы я поняла рисовать в момент времени. Не забывайте оплотать чуть-чуть плот, чтобы у вас по закончику были чуть-чистые длины. Вы можете сами взять еще такое граша. Граша это такая стремная штука, которая занимается как дефицит. В момент времени она откручивается. И если вы осложнился в результате состояния, у вас политика поделась. Политика не зря. Как Ag Cab VR 1 2 2 2 3 6 Я не работаю в плоско-комерасчетке или в ладочке, я работаю Я не отпускаю в плоско-комерасчетке, я работаю в плоско-комерасчетке, я работаю в плоско-комерасчетке Видите, на этих термопрочных кончиков у нас тут у вас появляется такая льду в плоско-комерасчетке Видите, на этой сфере я удивлю, чтобы возвращаться в плоско-комерасчетке, я работаю в плоско-комерасчетке Смешки у нас с вами переключены. А это вы хотите делать и прогулки, и другие стояния. Это все зависит от вашего пленения пленения. Выкидывать на новые стояния, чтобы они не решаются, чтобы они не решаются, чтобы они не решаются. И рекомендуем наши две начальства. Вот так можно закрывающиеся. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Так что не обращайте внимания. Главное, чтобы не упал. Трижки. Так как я вам говорила, что мы не будем делать слишком легкую ванну, мы просто с вами немножко облегчить наши края все как всегда мы с вами натягиваем у нас с вами должна быть ровно отчесанный кончик голоса обязательно должны быть гладенькие вставляем перпендикулярно ножницы и начинаем облегчивать если у вас кончик вывернут соответственно вы идете по направлению нам не надо с вами срезать длину нам надо всего лишь размыть линию которую мы с вами срезали и сделаем поднимаем у вас соединилась линия и вы прошлись ровненько обчесываю ножницы обязательно перпендикулярно пряди и и если у вас где-то закручивается кончик не ленитесь перечесывается обязательно прядь должна быть глотка отчесана теперь переходим уже с вами выше потому что тоже здесь мы простые глади вы видите тяжелые достаточно линия опять же глотка отчесываем ножницы перпендикулярно длину не убираем только лишь размываем ее но и и проходим по всем зонам конечно же здесь уже неудобно по одни и перехожу другую сторону причёсывайте чувствуете все влах и должна быть все чисто любите главной трети зарабатываю вот уже если вы посмотрите наверно не очень видно но линия стала гораздо мягче мы теперь прорабатываем нашу лыдьмию на тот зону прорабатываем её так как мы стригли поднимаем, отчесываемся аккуратно и разнуваем лыдьмию и разнуваем лыдьмию целло две и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я, как всегда, вам напомню, что провожу на обучение. Приходите, подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо вам большое, что вы смотрите меня. Не забывайте про волшебную кнопку спонсорства. Ссылка внизу под описанием, под каждым есть. Спасибо еще раз вам большое. Пока-пока!